Итак, прежде всего, что такое сетевой маркетинг? Позволь мне рассказать тебе, что такое сетевой маркетинг. Сетевой маркетинг — это не отдельная отрасль промышленности. Это единственная вещь, о которой большинство людей не знают. И прежде чем я начну объяснять тебе, почему я объясняю сетевой маркетинг и углубляюсь в него таким образом, как я есть, я много лет назад работал в компании Belly Total Fitness, когда демобилизовался из армии в 20 лет. Одна вещь, которую делают ML-менеджеры и сетевые маркетологи, — это то, что им нравится ориентироваться на продавцов спортивных залов. Потому что люди, которые работают в тренажерном зале, знают всех и каждого. Мы знаем ночные клубы, мы знаем людей, которые продают наркотики, мы знаем девушек, мы знаем, кто они такие, мы знаем всех и каждого, мы знаем всех и каждого. Я имею в виду, что если ты хочешь чем-то заняться, поговори с людьми, которые продают абонементы в тренажерный зал. У нас есть связь со всеми людьми. Все приходят в тренажерный зал, и лучшие ребята в тренажерном зале поддерживают связь со всеми. Так что все пытались завербовать меня и всех остальных в компанию сетевого маркетинга. Так что в конце концов один из моих друзей рассказал мне об одной вещи. И ты знаешь, что в те далекие времена это было видео на VHS. И вот он дарит мне это видео. Я понятия не имел, что такое сетевой маркетинг. Ничего особенного. Я только что вернулся из армии. А в армии один из наших сержантов, который был офицером Е8, зарабатывал 150 тысяч долларов в год в легальной компании сетевого маркетинга. Так что я знал, что в этом что-то есть, но не знал об этом до конца. Короче говоря, однажды я получаю это видео, меня выводят из себя на работе, я ухожу ночью, сейчас два часа ровно ночи. Я вставил это видео в систему. Я только что вернулся домой из ночного клуба, и я так взбешен. Я вставил это видео в систему. Через полтора часа после просмотра, это было полуторачасовое видео, я сказал, мне интересно. Я позвонил этому парню. Я уже приступил к работе. Это стоило 1500 долларов. Я принял в этом участие. Я положил деньги на свою кредитную карточку. А потом у меня появился один парень, с которым я работал. Они называли это восходящая линия. Он сменил семь разных компаний. Так что в то время ты просто следовал за ними и делал все, что угодно, потому что мне было 20 лет, а он был старше меня. Я сказал, в этом есть что-то очень привлекательное, что заводит людей. Почему же так происходит? И я исследовал всю индустрию, чтобы точно выяснить, что сработало, а что нет. Именно это я и представляю тебе сегодня здесь. Так что же такое сетевой маркетинг? Вот в чем заключается суть сетевого маркетинга. Сетевой маркетинг — это не отдельная отрасль. Прямой маркетинг — это не отдельная отрасль. Даже ML-многоуровневый маркетинг — это не отдельная отрасль. Это целая философия маркетинга. Вот и все, что в нем есть. Это целая философия маркетинга. Маркетинг — это определенная стратегия, которую вы используете для привлечения внимания клиента, чтобы он в конечном итоге купил ваш продукт. Именно в этом и заключается суть сетевого маркетинга. Позволь мне объяснить. Существует около 150 различных способов продвижения своего продукта на рынок. Я просто приведу здесь пример примерно 14 из них. Ты можешь заняться прямым маркетингом. Что такое прямой маркетинг? Прямой маркетинг — это когда я продаю свой продукт, обращаясь непосредственно к Марио. Так что я обращаюсь непосредственно к потребителю. Или же я обращаюсь непосредственно к бизнесу. Я обращаюсь напрямую к потребителю. Марио, у меня есть этот продукт. Позволь мне показать его тебе. Ты купишь его. Да, это стоит 600 долларов. Я обмениваю товар на товар. Я ухожу. Я зарабатываю на этом товаре 200 долларов. Это и есть прямой маркетинг. И я зарабатываю 200 долларов на сделанной мной продаже. У тебя есть маркетинг по электронной почте. В течение многих лет, о боже, людей, которые занимались маркетингом по электронной почте, называли самыми большими мошенниками, потому что ты постоянно получал все это. Это всего лишь элитная вещь, которой я занимаюсь В нем примут участие только семь человек И у тебя есть возможность стать частью этой семерки И люди говорят, о боже, я просто обязан принять в этом участие И я подумал, что это было очень эффективно Многие люди говорили, это мошенники Они настоящие мошенники Это всего лишь маркетинговый метод В этом есть и творческая составляющая Некоторые люди занимаются маркетингом по электронной почте Некоторые из них занимаются телемаркетингом Это философия маркетинга, при которой люди находятся в колл-центре Они управляют большими колл-центрами, в которых работают люди, о которых ты ничего не знаешь и они совершают звонки, заставляя людей покупать товары. Люди, вы достаточно сильно бьетесь об стену. Но это работает. Для некоторых людей это эффективно, и это работает. Еще один способ — это партнерский маркетинг. А что такое партнерский маркетинг? Партнерский маркетинг — это «Эй, давай разместим это на твоем сайте». Если кто-то нажмет на это, мы дадим тебе 3 доллара. Если кто-то купит этот продукт, мы дадим тебе 25 долларов. Это и есть партнерский маркетинг. Еще один пример — сетевой маркетинг. Что такое сетевой маркетинг? Кому я продаю свой продукт? Я продаю его своей сети. В этом-то все и дело. Я продаю свой продукт своей сети. Это и есть сетевой маркетинг. Сетевой маркетинг — это не все эти соки и другие компании. Нет, это не так. Сетевой маркетинг — это маркетинг для моей сети. Многоуровневый маркетинг — это что такое. Таким образом, сетевой маркетинг мог бы быть таким, когда компания Indirect в те далекие времена говорила, «Если ты поможешь кому-то другому открыть счет в компании Indirect, мы дадим тебе 25 долларов». Это и есть сетевой маркетинг. Но многоуровневый маркетинг говорит о следующем. Если ты найдешь кого-то еще, кто обратится к нам, и он откроет счет, мы заплатим ему 25 долларов, а тебе 5 долларов. Теперь это уже переходит на новый уровень. Так что это многоуровневая система. Это многоуровневый маркетинг. Мы будем платить двум поколениям, вот тут-то и возникает вопрос об уровне. Тогда у тебя будет партизанский маркетинг. Партизанский маркетинг — это знаешь ли, когда некоторые ребята выходят со своим собственным компакт-диском, они хотят выйти на улицу и заняться партизанским маркетингом на улицах, просто поражая массу людей на улицах. В то же время, это очень эффективно. Некоторые называют это очень хитрым и обманчивым способом достижения цели. Это очень эффективно. Многие известные хип-хоп-исполнители, которых ты уважаешь во всем мире, начинали с партизанского маркетинга. Многие киношники, которые начинали со своего первого короткометражного фильма, начинали с партизанского маркетинга. Теперь весь мир уважает их. Это поведенческий маркетинг. Позволь мне изучить поведение этого человека, который приходит сюда, и иногда люди говорят, «Эй, знаешь, что сегодня произошло самое странное?» Я зашел на этот сайт и всего два дня назад кликнул на сайт, чтобы купить мебель, и сегодня на каждом сайте, на который я захожу, появляется эта мебель. Здесь происходит что-то странное. Нет, это называется поведенческим маркетингом. Эй, это немного вводит в заблуждение. Это и есть маркетинг. И люди покупают этот продукт, потому что они просто видят ваши отпечатки пальцев там, где вы прикасаетесь, и они идут к нему. Следующий шаг — это цифровой маркетинг. Что такое цифровой маркетинг? Социальные сети. Это очень-очень эффективно. Теперь, когда речь заходит о социальных сетях, некоторые люди могут сказать, «Мне так надоело смотреть эту видеорекламу, где ты знаешь, что он постоянно появляется». Каждый раз, когда я смотрю видео, этот парень постоянно появляется. Этот парень все время появляется. Этот парень все время появляется. Это работает. Я занимаюсь цифровым маркетингом. Я занимаюсь маркетингом знаменитостей. И я использовал этот продукт. Он изменил мою жизнь. И к тому же это знаменитость. Я действительно знаменит и пользуюсь этой штукой. Спортсмены делают это постоянно. М.Джей Хейнс, Леброн, кроссовки. Все мы занимаемся маркетингом знаменитостей. Шак занимается автомобилями. Шак занимается автомобилями, в которые он даже не вписывается. Вот в чем суть маркетинга знаменитостей, не так ли? Тогда у тебя есть кросс-маркетинг. Эй, это же недвижимость с бухгалтерским учетом. Дай-ка я расскажу тебе о журналах и газетах. Я занимаюсь кросс-маркетингом. Я собираюсь найти продукт и объединиться с этим парнем, и мы будем продавать наши продукты друг другу на перекрестном рынке. Теперь перейдем к маркетингу на выставках. Некоторые люди ходят на выставки. Это все, о чем они говорят. Я очень преуспеваю на выставках. И некоторые люди говорят, я бы никогда не стал участвовать в выставках. Это так раздражает. На свете много успешных маркетологов, занимающихся выставками на выставках. Тогда у тебя есть телевизор. Ты занимаешься маркетингом. Многие люди пользуются телевизором. Это реклама. Если есть что-то, что является самым высоким уровнем манипулирования, так это телевизор. Это маркетинг. Знаешь почему? Эй, если ты выпьешь это пиво, то обязательно переспишь с кем-нибудь. Как ты думаешь, чем занимаются пивные компании? Я имею в виду, скажи мне, что есть что-то более низкое, чем телевизор. Маркетинг основан на том, что делают некоторые люди. Эй, прими эту таблетку, и эрекция может длиться всю оставшуюся жизнь. И все в мире захотят увидеть твою эрекцию. И ты станешь настоящим мужчиной. И ты почувствуешь это на себе. И мы подумаем, о боже, дай мне одну из этих штучек. Я хочу, чтобы у меня была эрекция, которая будет длиться всю жизнь. И в конце кто-то скажет, если у тебя эрекция будет длиться всю жизнь, сходи к врачу. Дай мне передохнуть. Это манипуляция, но она работает. Почему люди так часто покупают Виагру? Потому что она называется телевизор. Я занимаюсь маркетингом. Почему же никто не делает уколы по телевизору? А что такое маркетинг? Я бы с удовольствием посмотрел, как кто-нибудь это сделает. А еще у тебя есть радио. А что касается радио в наши дни, то, по-моему, сегодня его слушают только три человека. Так это три или четыре человека слушают радио. Марио, сколько человек сегодня слушают радио? Всего три человека. Марио знает, что радио уже не то, что раньше. Но люди занимаются радиомаркетингом. Я думаю, что лучшие специалисты в области радиомаркетинга — это те, кто продает радио. Потому что это умирающая индустрия, и я должен сказать тебе, что одни из лучших продавцов в мире это те, кто продает радиовремя. Ты молодец. И ты заставил меня потратить немного денег. Я потратил 100 тысяч долларов на радио в 2009 и 2010 годах, по-моему, так оно и было. Но из этого ничего не вышло. Но я потратил на это 100 тысяч долларов. Так что теперь после всего сказанного и сделанного, сетевой маркетинг, многоуровневый маркетинг и прямой маркетинг, это философия того, как вы продвигаете свой продукт на рынок. А знаешь ли ты, почему компании занимаются сетевым маркетингом? Позволь мне объяснить тебе, почему компании занимаются сетевым маркетингом. Вот почему. Потому что затраты на привлечение клиентов обходятся дешевле. Мне не нужно подключаться к телевизору. Сделай объявление и потрать 400 тысяч долларов. Я просто куплю его дешевле и попрошу кого-нибудь другого продать его, и я смогу заплатить больше за эту область или что бы это ни было. У меня все еще есть одна проблема, с которой я собираюсь разобраться. Мне не нравится то, что они делают в сетевом маркетинге. Но есть причина, по которой люди занимаются сетевым маркетингом. Чтобы привлечь потребителя, нужно обойтись дешевле. Так вот, это и есть сетевой маркетинг. Именно об этом мы и говорим, когда говорим о сетевом маркетинге. Очень часто люди любят говорить, это еще одна финансовая пирамида. Кстати, вот что такое финансовая пирамида, так что все это понимают и перестают об этом говорить. Каждый раз, когда кто-то говорит финансовая пирамида, это звучит как невежество. И я скажу тебе почему. Потому что в финансовой пирамиде продукт не существует. Есть причина, по которой Амвей и Гербалайф еще не прекратили свой бизнес, и они все еще работают. И ты знаешь, что у тебя есть Бэкхэм, который носит футболку Гербалайф. И ты у нас есть Орландо Мэджик, который играет на арене Амвей. На то есть веская причина. Это не случайно. Если бы они были финансовой пирамидой, то были бы закрыты. Я помню, когда я работал в Бали, ко мне подошел один парень, показал мне эту штуку и сказал, «Эй, ты платишь мне 500 долларов». Я оставляю себе 200 долларов из этих денег, 100 долларов идут парню, который стоит выше меня, а еще 100 долларов идут выше меня. Но ты идешь туда и находишь еще пятерых людей, которые платят 500 долларов, и они получают еще 5 человек, а потом ты получаешь еще 5 человек. И ты становишься собираюсь зарабатывать 100 тысяч долларов в месяц. Я спросил, что это за продукт? Здесь нет никакого продукта. В этом-то и заключается самое замечательное. Здесь нет никакого продукта. Ты просто мошенник. Он был мошенником. Шесть месяцев спустя он попал в тюрьму. Я думаю, что за это он отсидел 5 лет в тюрьме. Именно это и должно произойти с людьми, которые управляют финансовыми пирамидами. Вот еще один пример. Когда люди говорят, что это схема Понци. Большинство людей даже не знают истории этой схемы Понци. Схема Понци была придумана парнем по имени Чарльз Понци. Еще раз повторяю, я пытаюсь рассказать тебе немного истории, потому что хотел выяснить, хорош этот бизнес или плох, мне нужно было узнать об этом бизнесе все. Чарльз Понци был мошенником, который был итальянским бизнесменом. Я хочу сказать, что это было в 20-е годы. Это было в 20-е или 30-е годы. Что-то в этом роде было в 20-е годы. Он занимался бизнесом в США и в Канаде. Он бы пришел к тебе и сказал, что если ты дашь мне 100 долларов, я верну тебе их вместе со 150 долларами в течение 60 дней. А в течение 90 дней верну тебе 200 долларов. Он был первым оригинальным парнем, похожим на Берни Мэдоффа, который заработал за это время, по-моему, 10 миллионов долларов. А это очень большие деньги. До того, как появился Берни Мэдофф, существовал Чарльз Понци. Так вот почему люди говорят, это схема финансовой пирамиды. Но в схеме финансовой пирамиды нет никакого продукта. Деньги просто перемещаются. А когда деньги только перемещаются, а продуктов нет, ты прямиком отправляешься в тюрьму. И, кстати, тебе самое место в тюрьме, если ты занимаешься подобными вещами и пытаешься обобрать людей. В этом нет ничего крутого. Если капитализм когда-нибудь получит дурную славу из-за того, что люди пытаются выиграть в капиталистической игре с помощью коротких путей и пытаются причинить людям боль, то этим людям самое место в тюрьме. Это должно произойти обязательно. Это не то, ради чего тебе нужно выходить на улицу и оскорблять кого-то. Это должно произойти само собой. Если кто-то выходит туда и дерется в UFC, а ты выходишь туда и кладешь туда камни в своих перчатках, то это случалось еще в те времена в боксе. Так что ты можешь ударь кого-нибудь кулаком, и никто не почувствует удара, но парень почувствует это и сломает себе челюсть, эй, чувак, это жульничество. Тебе нужно выйти на улицу и уйти от всего мира бокса. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!